Христос воскресе! И использовалось это в корыстных целях. Однако происходит чудо. Двери темницы отворяются, оковы и узы, которые были на ногах узиков и на руках, они тоже ослабевают. Там мы с вами слышим дальше персонажа, сторож темницей, который припадает на колени и говорит, «Государи мои, что мне делать, чтобы мне спастись?» И вот, дорогие братья и сестры, отцы и учителя церкви, кстати, прежде чем сказать об этом мнении, святотическое толкование на этот сюжет, мы должны услышать с вами ответ, который говорит апостол Павел. А он говорит, «Веруй в Господа нашего Иисуса Христа и спасешься». И вот святые отцы и учителя церкви трактуют это место, говорят, что это действительно важный момент сегодняшнего евангельского чтения. Потому что вопрос, что делать, чтобы спастись, это тот вопрос, который мы должны задавать сами. Это тот вопрос, о котором мы с вами должны размышлять. Это тот вопрос, который должен нас с вами беспокоить. Еще одна важная деталь. Обратите внимание, если человек задает правильный вопрос Богу, Бог всегда пошлет другого человека, чтобы дать ответ. То есть, если мы с вами задаем правильный вопрос Богу, мы всегда с вами получаем ответ. А также, что еще интересно из этого вопроса? Что делать, чтобы спастись? Вот обратите внимание, сторож темницы не спрашивает апостола Павла, какая лучше религия, к какой лучше религии примкнуть, или как правильно и лучше верить в Бога. А он спрашивает конкретно, что делать. А почему это так? Да потому что, в данном случае, он понимает, что религия – это не совокупность каких-то вероучительных истин, а что само по себе христианство – это есть образ жизни. Поэтому он и спрашивает, не почему, а что именно конкретно братья делают. Действительно, братья и сестры, христианская вера – это деятельная вера. И отсюда вопрос именно, что делать. Христианская вера, она рождает дела. И вот в этой связи, если мы с вами глубоко станем размышлять над этим вопросом, мы с вами обратимся к Священному Писанию, мы увидим, что этот вопрос задает не только сторож, а и задают и другие персонажи Ветхого и Нового Завета. И эти вопросы адресуются не только апостолу Павлу, а эти вопросы адресуются и Иоанне Притече, и адресуются эти вопросы самому Господу нашему Иисусу Христу. Например, Иоанне Притече, когда спрашивали, что нужно сделать, чтобы спастись, он отвечал достаточно просто. Он говорит, если у тебя две рубашки, одну рубашку отдай ближнему. И вот обратите внимание, когда Иисус Христос отвечал на тот или иной вопрос, когда у него вопрошали, в отношении каждого человека был конкретный ответ. Вот в этой связи, хочу тоже обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, смотрите, вопрос-то общий, что именно делать, а ответ мы получаем частный. В отношении каждого человека Бог дает конкретный ответ. И ответ этот с чем связан? Да потому что Господь в отношении каждого человека промыслительно помышляет наше с вами спасение. Наша с вами задача действительно вопрошать и спрашивать, что делать Господи, чтобы нам спастись. И услышать этот ответ. Еще раз всех с праздником! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!